Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня я хочу показать, как я восстанавливаю кушины и также делаю собственные кушины, то есть своими руками, даже не имея вот такой баночки. Первое, с чего я хочу начать, это восстановить по тону, то есть сделать тот тон кушина, который мне больше подходит. В моем проекте использовать по максимуму. Сейчас находится вот такой кушин от Ифраше. Достался он мне в коробочке красоты. Попробовав его по тону, я поняла, что он мне совершенно не подходит. Он был очень-очень темный. Я пыталась его уже сделать светлее, однако и вы тоже заметили в моем макияже, что все-таки он довольно сильно рыжит. Блеска, я бы так сказала, холеного цвета не дает, к которому я привыкла. В общем-то, у меня кожа довольно светлая. Итак, смотрите, что я сделала. Я уже вынула отсюда ту самую губку, которая закрывает это средство. Видите, оно все еще довольно темное. Губка уже промыта, высушена, но вот насколько она могла быть отмыта. Конечно, пигмент въедается, и вот такие губки из кушаных идеально отмыть невозможно. Пусть сохнет дальше, она нам понадобится. Тон довольно желтый, довольно сильно желтый. Даже если вот так тонко-тонко его разнести, все равно он, видите, какой оттенок дает. И мы сейчас попробуем с вами его осветлить. Давайте немножко похимичим. Видимо, муж-химик мой и физик меня заразил экспериментами. Буду добавлять вот такое вот тональное средство от Виши Air Tent. Это такой очень приятный, легкий тональный крем. Банка у него абсолютно неудобная, из нее все вытекает. И, конечно же, сам по себе он слишком светлый для меня. Если наносить его отдельно, я, конечно, буду немножко как гейша такая. Ну, чтобы он у меня в холодильнике не пропадал, да, я буду его использовать в этот кушан. Добавляю. Такие смешные звуки издает. Больше он не выдавливается, но я на этом не остановлюсь. Средство там еще есть, поэтому разрезаем. Очень много остается в этих тюбиках жестких, видите. Так, ну вот, отлично. Теперь я буду уверена, что дорогое средство, в общем-то, по цене не пропало. Теперь смешиваем все и еще раз тон пробуем. Я использую японскую палочку. Посмотрим оттенок. Вот видите, уже получше, уже посветлее, уже похожее на тон моей кожи. Однако, на мой взгляд, все еще довольно такой суховатый, матирующий. И добавлю еще Avon CC крем. Здесь есть SPF 50. В качестве солнечного фильтра сюда буду добавлять, то есть делать солнцезащитным свой кушан. Необходимо его тоже разрезать, потому что, конечно, очень мало осталось. Тоже, вот смотрите, сколько остается. А он уже практически не выдавливается. Он с таким вот правильным подтоном. Видите, он чуть-чуть такой розоватый. Вот если сравнить с кушаном, который у нас получается, он имеет очень правильный такой подтон кожи. Как раз хорошо маскирует и дает такой вот свежий цвет лица. Видите, он такой густой, потому что CC крема имеет в своей основе все-таки крем, уходовое средство, увлажнители, питательные средства. И поэтому, конечно, он более густой. Сейчас эти 50 SPF здесь превратятся, ну, примерно в 15 хотя бы, размешавшись с этим кремом тональным. И будет уже хорошо. Поскольку сейчас получилось довольно много вот здесь средства, и, конечно, такая вот маленькая коробочка кушана, не рассчитана на 30-40 грамм крема, какое-то количество крема этого отложим в другую баночку, и я просто потом буду добавлять. А вот смотрите, сейчас такой уже подтон более приятный, более натуральный получился, похож на BB крем. И еще раз будем пробовать. Вот видите, подтон уже появился такой, более естественный, хорошо подстраивается под кожу, именно за счет вот CC крема, который мы туда добавили. Чтобы вы могли сравнить цвета, я специально показываю вам все этапы, всех тонов, которые у нас с вами получаются. Вот этот наиболее подходящий мне подтону. И хочется еще добиться какого-то сияния. Будем добавлять сейчас с вами вот такой крем, Glow Cream от Herborean. Он дает розоватый подтон. Его советуют наносить как базу на все лицо, но я буду добавлять его сейчас в кушен. Буквально несколько капель для придания такой вот красивого отблеска на коже. Добавляем. Вот такого количества, я думаю, будет достаточно. И смешиваем. И снова пробуем. Так, давайте как следует разнесем по коже. Смотрите, какой красивый получается перелив. Очень-очень деликатный. Конечно, для жирной кожи нет. Вы можете использовать эту базу исключительно на периферию лица. Лично мне как раз нравится вот такой эффект на всем лице. Если сейчас я буду закрывать его губкой, оно будет немножко по краям выходить. Поэтому отливаю в баночку и я покажу вам, как можно сделать кушен свой собственный без вот этой самой баночки. Необходимо взять любую упаковку более-менее плоскую, не очень глубокую, из-под крема, из-под маски, любую. Вот такой глубины будет вполне достаточно. Часть средства я перелила в эту баночку. Здесь эта тональная основа у меня будет храниться, ждать своего часа, когда закончится кушен. А вы можете сделать свой собственный кушен, смешав все необходимые для вас цвета, хайлайтер, все что угодно, вот в такой баночке. И просто подобрать нужного размера губку, закрыть этот крем и использовать точно так же, как и кушен. И этот вариант уже может быть абсолютно хорошим дорожным вариантом, потому что эта баночка будет у вас более герметичной даже, чем вот такие вот кушены, которые продаются готовыми. А наш кушен готов, я закрываю его. Губка сверху сухая, внутри она будет пропитана. Слегка нажимаем и получаем необходимое количество, которое можем наносить на лицо. В качестве губки для нанесения я буду использовать новую губочку от Деко. Это у меня вот такой расходный материал, приобретаю я в магазине Подружка. Вы можете взять для вашего кушена любую абсолютно другую губку. И, кстати говоря, для вашего самодельного кушена подойдет больше вот такая вот губочка, которую вы сможете приобрести. То есть одну вы можете класть внутрь, для того, чтобы сквозь нее выходило средство. И второй такой же вы можете макать и наносить на лицо. Кладу чистую губку сюда. И у нас с вами таким образом получается целых два кушена. Один вы можете использовать как запаску и одним пользоваться постоянно. Этот можно возить с собой. Если видео оказалось для вас полезным, жмите, пожалуйста, пальчик вверх, поддержите меня, и тогда я буду химичить дальше. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok